Весело, дружно и по-спортивному в Володе начался конкурс «Ледовый старт» в микрорайоне. 28 команд школьников, студентов и работающих молодежи в ближайшие недели будут сражаться за победу, выполняя самое невероятное задание, стоя на коньках. За первым стезанием, которое прошло 11 февраля на катке в спорткомплекс «Аспектр», наблюдала Екатерина Олейникова. Вот это у нас большой конструктор «Лего», из которого все команды у нас будут строить самую высокую башню. Затем это у нас гимнастические коврики, которые нам нужны для конкурса под названием «Биатлон». Здесь на хлебчатах у нас нарисованы кроссворды, где будут участники отвечать на интеллектуальные конкурсы про Вологду. А из гимнастических обручей сделали зимний велосипед. Такие необычные спортивные задания для участников конкурса «Ледовый старт» в микрорайоне подготовили организаторы, активисты молодежного центра «Горком-35». Каждый год спортивное состязание объединяет активных и спортивных школьников, студентов и работающих молодежь. Отборочные этапы проходят во всех микрорайонах города. В прошлом году основной темой состязаний были Олимпийские игры. В этом сезоне соревнования посвящены именитым спортсменам-землякам. Отличительной особенностью этого года является то, что каждый из конкурсов посвящен какому-то из конькобежцев, либо хоккеистов, либо заслуженных тренеров наших земляков. Например, есть несколько конкурсов, которые называются у нас «Хоккей». Он посвящен хоккеисту Дмитрию Юшкевичу. Попробовать свои силы на льду и побороться за победу собрались почти 170 человек. 28 команд по 6 человек. В каждой из них поровну девочек и мальчиков, чтобы силы были равны. Первыми в ледовый бой вступили команды юных спасателей, ученики школы номер 4 и студенты колледжа технологии и дизайна. Кстати, они основательно подготовились к конкурсу, создали оригинальные костюмы и команду своей назвали «Стиляги». Наш девиз – быстрее, выше, сильнее. Об этом соревновании мы узнали не так уж давно, но полны сил, энергии и готовы победить. К победе готовы все, поэтому борьба развернулась серьезно. Одним из самых сложных конкурсов стал биатлон на льду, и это заставило спортсменов сильнее сплотиться. Организаторы уверены, такие конкурсы – отличный способ увлечь молодежь спортом и привлечь к здоровому образу жизни. Финал ледовых стартов состоится 1 марта.